Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование Евангелия от Марка в формате библейского интернет-портала экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим вторую главу. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум. И слышно стало, что он в доме. Тот час собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился. И прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, чадо, прощаются тебе грехи твои. Мы видим, что первые пять стихов второй главы рассказывают о расслабленном, которого исцеляет Господь наш Иисус Христос. История такая, что в Капернауме, когда он проповедует, заходит в дом, народ его теснит, полный дом людей. На востоке это дома такие глиняные, и крыша также из большой толщи сделана из глины, для того, чтобы ночью, в общем-то, иногда бывает холодно, а днем жарко. И вот такие дома, из такого материала, они держали и тепло, и не давали возможности проходить с дневному зною. Вот Спаситель, по всей видимости, входит в такой дом днем, и стало слышно о нем, что он именно в этом доме. И вот четверо друзей приносят своего больного, парализованного друга, но видят для того, чтобы они слышали об исцелении. Мы видим, только сейчас было сказано в первой главе о прокаженном, которого он исцеляет. Этот прокаженный не удержался о том, чтобы рассказать о своем исцелении. Они, услышав, по всей видимости, об этом, решают помочь своему другу, берут его, приносят на носилках, но видят, что никак не пробиться. И тогда, как сказано, они прокапывают вот эту глиняную крышу, берут там какие-то орудия, лопаты сообразные. И прокопав какое-то отверстие необходимое, чтобы друга своего на полотне туда спустить, они его спускают четвером. И Иисус видит этого парализованного человека, лежащего без сознания, и также, может быть, не то, что там без сознания, без яркого, без четкого сознания, человек в глубокой болезни. И видят также этих людей, они наверняка там тоже спустились, видя этих людей. И больного говорит ему в пятом стихе, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Ну, не просто говорит, «Чадо, прощаются тебе грехи твои», но он видел веру этих людей, которые его принесли. То есть, здесь мы видим очень важное и уникальное событие, что по вере других людей, оказывается, могут прощаться грехи другому человеку. Поэтому мы и молимся, и в этом сила нашей молитвы, как за живых, так и за мертвых, потому что мы верим, что по нашей вере, а наша вера, как мы с вами и говорили, и снова повторю, это не просто как вера у демонов, что мы там, ой, верим, что Бог есть. Нет, наша вера, она всегда сопровождает состоянием покаяния, то есть осмысления, исповедания нашей веры. И, конечно же, делами любви. А дело любви может быть только тогда, когда она сделана по заповеди Божией. Снова повторю, потому что сам Спаситель говорит, «Если любите меня, исполните заповеди мои». То есть, другими словами, исполнение, а любовь – это и есть исполнение заповеди Божией. То есть, признак того, что мы любим Бога или нет, это исполнение его с той заповедью. И мы видим, что по вере этих людей прощается грех этому человеку. Точно так же у нас есть люди, которые нападают на таинство крещения младенцев в Русско-Православной Церкви. Хочу сказать, что когда приносят младенца крестные восприемники, прошедшие огласительные беседы, ознакомившись с основами православного вероучения, они приносят и, конечно, младенец веровать не может. Как сказано, кто не будет веровать, кто будет веровать и креститься, тот спасён будет. А как младенец может веровать? Никак. И вот поэтому по вере этих людей, которые приносят младенца в храм, как и этого парализованного четверо друзей, священник, видя веру их, он прощает, в таинстве крещения прощается тот самый грех, который человек наследует от своих прародителей, от Адама и Елы. Потому как мы помним, что псалмопевдик Давид об этом также пишет в «Агрессиях ради имя мать и моя». Это он пишет как раз о грехе Адама и Евы, которые наследуют весь род человеческий, так как весь род человеческий берёт своё начало именно от этих двух людей. Об этом сегодня есть подтверждение научных данных. Возьмите, например, об этом подробно говорил где-то уже и Ребека Канн, доктор биологии, занимается в области исследования митохондрии ДНК человека. Даже в научном мире сегодня существует такой термин, как «митохондриальная Ева». Она утверждает, что все родители, согласно устроению ДНК человека, они произошли от одной пары людей. Пожалуйста, этому говорит наука, и здесь нет ничего нового для людей верующих, но для людей неверующих это может быть и новость. Поэтому все мы наследуем. Вот Псаломопеец Давид говорит «Во грехах ради имя мать и моя». Как верующие люди и знающие Священное Писание, мы с вами знаем, что Псаломопеец Давид был рождён от благочестивых родителей, и не было там никакого блуда при его зачатии. О каком грехе здесь говорит Псаломопеец Давид в 50-м псалме? «Во грехе ради имя мать и моя». О том самом, о грехе, который мы наследуем все, без исключения люди, от Адама и Евы. И вот как раз от этого греха Христос нас пришёл и освободить. Как освободить? Умер, то есть умертвил этот грех и дал жизнь своим воскресеньям. Поэтому главная заповедь и вера для нас, это вера в жизни, возможность преодоления смерти во Христе Иисусе. Для этого даётся все условия, таинство, церковь, всё, что есть. Где мы уже здесь, в этой жизни, соединяемся со Христом, чтобы впоследствии соединиться с Ним и после этой жизни. Вот эта история. Дальше мы с вами читаем, тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме единого Бога. Но они совершенно правы, что кроме Бога, в общем-то, никто не может прощать грехи. И когда мы приходим на исповедь к священнику, конечно же, грех прощает не священник, а священник лишь только свидетель того, что мы с вами каемся, и это поручение дал ему спаситель священству. Где и когда? В Евангелии Атаанова, 20 главе, где он говорит, кому простить, явивающийся династия апостолов, от которых, как я уже где-то тоже говорил, русская православная церковь имеет свою преемственность, это апостол Андрея Первозванного, преемственность благодати, прощать, быть свидетелями прощения грехов. И вот он там, в 20 главе, является апостолом, говорит, кому простить, тому простить, с на ком оставить, на том останется. Это поручение, и власть дает священникам сам спаситель. И эту преемственность церковь сохраняет, и можем показать эту преемственность, такого поручения от самого спасителя и апостола Андрея Первозванного, от апостола Андрея до патриарха Московской Северности Кирилла. Патриарх Кирилл, 179, это апостола Андрея Первозванного, поэтому мы ничего не придумываем. И здесь, в общем-то, говорят они, что кто может прощать грехи, кроме Бога? Конечно, только Бог. Но в этом здесь и Христос являет свою божественную. Вот мы видели Богоявление в первой главе, здесь опять же Христос являет свою божественную силу. Он говорит, я прощаю. И это указание на то, что Христос это не просто человек, как говорили там еретики Ариане, или как сегодня, видите, Иеговы, запрещенная в России организация, говорят о том, что Христос это просто человек, сотворенный прежде всего. Нет, Евангелие ясно свидетельствует, что Он Бог, и за это Его обвиняли Его оппоненты, книжники и фарисеи. Иисус тут сейчас, узнав Духом Своим, что они так помышляют, это еще одно указание, что Христос Бог, потому что кто может видеть сердце человека? Только Бог. И видим, как здесь сказано, Христос узнал Духом. То есть мы не знаем, что... Я не знаю. Вот мой оператор не знает сейчас, о чем я думаю, он только слышит, о чем я говорю. И я не знаю, о чем сейчас думает мой оператор, я только вижу, как он сидит, и если ему что-то нравится, он так говорит, это интересно. Или там улыбается, или наоборот сгущает брови, значит ему что-то непонятно. Поэтому мы не можем знать мысли человеческих, внутреннего мира, это может знать только Бог. Поэтому они так и говорят, что Евангелист Марк так и говорит, Иисус тот час, узнав Духом Своим, что они так помышляют себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших? Мы видим, что Он сердцевидец. Что легче сказать, говорит он, что легче сказать расслабленному, прощаются тебе грехи, или встань, возьми постель твою и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тот час встал, взял постель, вышел перед всеми. Вот это очень важно. Смотрите, как Евангелист Марк, несмотря на свою краткость, а здесь он так поподробнее описывает, видите, события. Видите, как? Он тот час... А почему? А потому что с кем он был? С Симоном. Помните? Симон, это будущий апостол Петр. Да, ты Симон Петр. На всем камне я создал на камне исповедание. Дальше в Евангелии от Матфея об этом сказано. Создал церковь, моя рота не одолит ее. Почему он так подробно это знает? А потому что он слышал это от апостола Петра. Помните, в самом начале, в первом, введении первой главы, мы с вами сказали, что он был спутником Петра, то есть его помощником в миссионерском служении. Видите, как? Он тот час встал, взял, встал, подробности, взял постель, вышел перед всеми. Это важно, да? Детали. Так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Чем занимался спаситель? Когда он не занимался только исцелением людей и знанием бесов, обличением фарисеев. Нет, он еще и учил положительному учению народ. Это очень важные слова. Они приходили к нему, чем он занимался? Учил их. Спаситель, апостол Павел, нас призывает священнослужителей, церковнослужителей, всякого христианина, умеющего и имеющего глагол. Да, призывает к чему? К тому, чтобы поделиться своей верой о покаянии и спасении. Учил их. Апостол Павел так говорит, подражайте мне, как я Христу. Далее мы читаем 14 стих. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мной, и он стал, последовал за ним. Левия Алфеев. Это евангелист Матфей. И здесь евангелист Марк описывает о нем, как было его призвание. Кто такой был, да, сидел у сбора пошлин? Он был в Риме. Рим в то время населялся, вот, как пишут многие историки, беспорядочно строились дома. Это был такой крупнейший, крупнейший город торговли, различных путей, как по морю, как по Тибру, так и по дорогам. Все дороги ведут в Рим. Мы знаем, да, действительно были коммуникации, очень удобные для торговли, и, как многие свидетельствуют, там, в районе миллиона, где-то, воиболее даже, было жителей. То есть, для того времени это просто, ну, необычайный мегаполис. И вот там, в этом мегаполисе Левий был, ну, кем? Он был начальником налоговой полиции, да. Он иногда брал такие с людей, то, что называется, да, обдирал людей, то есть, обманывал, где-то приписывал, где-то и воровал из приписанного. И это, в общем-то, как он и себе говорит, что, и о себе он говорит, в таком негативном смысле, кто я такой, Евангелие от Матфея, бывший мытарий, их так называли, мытарий, то есть, люди нечистые и нечестные. И, когда Иисус возлежал в доме, ну, он его призывает, видите, почему? Потому что Христос пришел спасти никого, сейчас мы увидим, неправедников, а грешников. И вот после этого призвания Левия Алфеева, богатого человека, теперь, сейчас будет говориться о чем, вот, читаем. И, когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари, видите, ученики его, они уже следуют за ним, и мытари, и грешники, то есть, вот эти вот сборщики податей из налоговой полиции, ибо много их было, и они следовали за ним. Видите, ни один человек, ни два, а даже евангелист Марк не уточняет, сколько, много говорит. Ну, это значит, действительно много. Книжники и фарисеи, увидев, что он есть с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, как он может есть, и пить, как он ест и пьет, с мытарями и грешниками. Услышав все, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужды врачи, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Откуда мы знаем, что эти люди, да, откуда они, как они себя ассоциируют, как грешники, а потому что они следуют за Христом. То есть, тот человек, который следует за Христом, этот человек, уже, как бы даже своим образом поведения и жизни, мы не знаем меру его покаяния, да, но он уже говорит, что я нуждаюсь в Боге. То есть, если человек ходит в храм Божий, если человек старается творить добрые дела, исповедуется, мы не знаем, Бог только сердцевидец, но мы видим, что намерение у человека есть. Оно может быть, конечно, и лицемерным, и недостаточным, и где-то там формальным, но само намерение есть. И такой человек близок ко спасению, да. Мы не можем сказать, что другой, который совсем не ходит, он где-то далек ко спасению. Нет. Мы знаем, что Бог иногда так призывает, что, как сказано, ваши мысли не мои мысли, ваши пути не мои пути. Можем только размышлять. Но эта история, она говорит о том, что здесь спаситель говорит, что к кому он пришел, и для кого он пришел. Не для тех, которые говорят о том, что, а что я пойду в храм, я ничего плохого не сделал. У меня все хорошо, никого не убил, не зарезал. Да. У меня все в порядке. Нет. А тех, кто говорит, да, для тех он пришел, кто говорит, да, может быть, у меня все в порядке, но что-то вот здесь, вот последнее время, да, вижу, что не совсем. Что-то меня так гложет, вроде бы и деньги есть, и благополучие такое, и могу себе позволить все, что угодно, и могу тут и что-то там кинуть и влево, и вправо, и даже на дело церкви, фонд Андрея Первозванного, немного подкинуть. Ну что-то внутри такое вот свербит и покоя не дает. Отцы церкви, нет, у меня такого опыта, конечно, но отцы церкви об этом говорят. Это тот твой не дает тебе покоя, неисследованный и неисповеданный грех, который ты боишь, который боишься даже признаться самому себе. И спаситель, желая тебе и нам с вами добра, он через голос совести проникает до самой глубины нашего сознания и внутреннего мира. Только лишь с одной целью, чтобы призвать, освободить нас от этого порабощения. Как это важно? А время течет. Течет очень быстро, и никто не знает, в какой час мы предстанем перед судом Божьим. Ведь мы же, мы же не случайно этой молитвой, когда ложимся спать, говорим в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты мой помилуй, живут вечными дарами, аминь. Не знаем, проснемся ли. Вот так. Грешник, он говорит, пришел. Услышав все, Иисус говорит, мне здорово, имеют нужду и врачи, но больные ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят, почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених, доколе с ними жених не могут поститься? Почему? Но придут, говорит, дни, когда отнимется у них жених, тогда будут поститься в те дни. Почему? Потому что пост, молитва, таинство, все, что есть в церкви, как пишет преподобный Серафим Саровский, это всего лишь навсего условия нашего спасения, то есть условия соединения со Христом, как с Богом, как с источником жизни. А здесь он с ними. Он с ними и так. Поэтому в данный момент этого для них не нужно. Но сам спаситель предупреждает, но когда отнимется, то есть, когда меня не будет с вами, то это будет необходимо для того, чтобы поддерживать вот это состояние покаяния, которое есть не что иное, как возвращение к Богу. Никто к ветхой одежде, вот эти слова, я говорил, когда мы рассматривали первую главу, никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришит, отдерется, то есть, все нужно делать в нужное время. Никто не вливает вида молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, и вино молодое надобно вливать в новые мехи. И случилось ему в субботу, приходится проходить за сеянными полями, и ученики его дорогой начали срывать колоссия. И фарисеи сказали ему, смотря, смотри, что они делают в субботу, чего они должны делать. Он сказал им, неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взолкал сам бывший с ним. Как вошел он в дом Божий, он рассказывает историю, которая записана в Ветхом Завете, да, спаситель, приправил священнике авиафари и ел хлебы приложения, которых не должно было есть, никому, кроме священников, и дал бывший с ним. И сказал им, суббота для человека, человек для субботы, посему сын человеческий есть господин и субботы. Очень важные слова. Очень важные слова. Фарисеи, они хотели обвинить Христа в том, что он якобы, ученики его нарушают заповедь. А какое же здесь было нарушение, если люди просто хотели есть? Они же не делали это ради какой-то прибыли, что вкушение пищи где-то в субботний день было запрещено, они начали обвинять в том, что они срывали колосси. А вот именно срывание колосси, конечно же, по ветхозаветному закону было запрещено. Но Спаситель здесь говорит о том, что они сейчас находятся на определенном служении, у них нет времени для того, чтобы заготавливать себе пищу, потому что они занимаются чем? Проповедью Евангелия. Но это не значит, что проповедь Евангелия освобождает нас от исполнения какой-то заповеди Божьей. Нет. Но бывает то, что называется экономия и окривия. То есть, когда что-то допускается, что-то благословляется. например, могу просто прийти обычный пример. Бываю на Чукотке, на Сахалине. Это очень сложное место для проживания, где такого количества, например, овощей или фруктов, как мы здесь, в Москве или на континенте, скажем так, на материке, как они говорят, да, извиняюсь, на материке имеем. Там, конечно, такого нет. Тут я был на Чукотке, там я зашел в магазин банана 750 рублей килограмм. А рыба 250 рублей. И, конечно же, благоразумие архиерея, конечно же, благословляется, кроме среды и пятницы, лимириан, особое благословение, вкушение и простой рыбы или каких-то морепродуктов, которые там, оно в достатке. Для нас это экзотика, там морепродукты, а у них это просто, ну вот, да, оно просто это есть и недорого. Поэтому так, здесь всегда должно быть, но здесь речь еще идет о другом. И очень важно то, что Спаситель говорит, что Сын Человеческий есть Господин Субботы. И Суббота, да, как он и сказал, Суббота для человека, а не для человека для Субботы. То есть, человек живет не для того, чтобы, да, человек ест для того, чтобы жить, а не живет для того, чтобы есть. Или там вот, крем там для лица, не лицо для крема, если хотите, да. Поэтому и Суббота, она для кого? Суббота для человека, не человек для Субботы. Это очень хороший посыл и призыв вот к адвентистам седьмого дня. Они почитают Субботу и до сих пор не могут никак расстаться. Нужно сказать, что действительно не человек для Субботы, а Суббота для человека. И поэтому Спаситель призывает. Он говорит, придите ко мне все, трудяющиеся, обремененные, и я успокою вас и найдете покой душам вашим. То есть, вот это Суббота, это Шаббат. Спаситель, как здесь говорит, придите ко мне все и найдете Шаббат. Шаббат, теперь действительно настоящий покой, он во Христе и в его Церкви, в Церкви Христовой, которую здесь Христос создал на земле. Если хотите подробно по этому вопросу на xget.ru у меня есть отдельная беседа, обращенная к адвентистам седьмого дня в разделе, в рубрике, которая называется «Сектоведение». Поэтому так, сегодня мы с вами познакомились со второй главой Евангелия от Марка. Мы здесь видели исцеление человека парализованного, что по вере других людей могут прощаться грехи другого человека, который находится в состоянии болезни и не способен веровать. Также мы видели с вами историю о призвании Левия Матфея, то, что фарисеи обвиняли, что спаситель ест с матарями и грешниками, подобно, как и сегодня миссионеров, когда они общаются с сектантами и с разными людьми, как считается у некоторых напускного благочестия, что этого нельзя делать. Мы видим, что сам спаситель не чурает сообщения с людьми, призывая их к покаянию. И дальше мы видим, что обвиняют спасителя, что он якобы нарушает субботу, но он говорит, что не суббота для человека, именно суббота для человека, а не человек для субботы. то есть закон дается человеку для того, чтобы исследовать лишь себя, но не ради того, чтобы его как-то соблюдать формально. Поэтому так, вторая глава призывает нас к тому, чтобы мы веровали людям, чтобы мы веровали Богу, чтобы мы не чурались общения с людьми, которые, для мира сего непотребными, и помнили с вами всегда, что не здоровые нуждаются враче, но больные, и также помнили, что много званых, но мало избранных. Вот то, что нужно было сказать сегодня. Продолжение следует...